видимо зимы нам не дождаться но даже в таких условиях мы сегодня решили поговорить об одном автомобиле который называется hyundai x25 но в россии его все знают под названием hyundai creta и да здрасте вы на канале омзап меня зовут павел и сегодня у нас технический обзор посвященный автомобилю hyundai creta именно поэтому мы решили выбраться из нашего автосервиса чтобы поснимать автомобиль конечно это уже давно не новинка все мы знаем hyundai creta что за автомобиль как он выглядит достаточно узнаваемый но нас беспокоит один вопрос так ли что creta стоит особняком в разряде компактных внедорожников ну вроде казалось бы автомобиль и интересный редкий но приехав сюда на парковку одновременно мы видим что тут на хоть сразу три криты раз два три наша и две какие-то припаркованные что говорит о том что автомобиль достаточно распространенный и пользуется спросом теперь давайте ближе к делу но коротко о внешнем виде размерах hyundai creta составляет длина транспортного средства 4270 миллиметров высота 1630 миллиметров ширина передней колеи 1557 миллиметров задняя у нас будет чуть шире 1570 миллиметров клиренс у нас 190 миллиметров размер колес 205 65 и 16 объем топливного бака 55 литра что мы имеем ну естественно массивный передний бампер пластиковая решетка радиаторов с большими кстати щелями так сказать поэтому сразу наверное слету необходимо сюда добавлять защитную сетку потому что радиатор открытый но это давайте не будем к недостаткам фары оптика у нас но в принципе интересная но достаточно простая технологически да ничего сложного линзы на ближней раздельный дальний свет габариты ходовые огни очень интересно стиле там они ангельские глазки и так далее противотуманные фары с большой ниши достаточно большие по габаритам в принципе должны очень хорошо освещать но это мы наверное может быть включим посмотрим но или почитаем отзыв снизу пластиковая защита черненькая чтобы скрывать у нас сколы и прочее всяческие различные повреждения при парковке ну достаточно такой пластик который переходит у нас по краю в колесные арки и дальше по всему низу проходит защитная черная пластиковая защита да ну достаточно это все практично потому что но металл не страдает от камешков и прочим в процессе эксплуатации лобовое стекло достаточно большое то есть машина должна быть достаточно обзорная сбоку как мне кажется выглядит очень даже интерес за счет заниженной крыши и за счет уменьшающих заниженных каких-то задних стекол сразу что бросается в глаза достаточно качественно по зазорам дверей никаких провисаний но опять же автомобиль то у нас в принципе новый 40 тысяч пробега всего ну сделан достаточно собран качественно по всем каким-то зазором неважно капот оптика двери по задней части достаточно все строго но опять же не знаю как у всех у меня прослеживается сразу какой-то отдаленное напоминание соляри со новым с другой стороны все-таки honda concept 1 дизайнерский строгие фары сзади ничего сложного но достаточно привлекательно крышка багажника открывается вручную никаких электрических у нас опции нету для открывания багажник сразу скажу вместительный достаточно 420 литров объема все стандартно полочка и так что мы видим у нас салоне начнем с положение водителя как он сидит удобно неудобно ну что я могу сказать для автомобиля подобного класса сидения в принципе удобные наша комплектация отделана достаточно хорошей качественной тканью строчки ровненькие качественные по сидушкам ну пусть там боковые поддержки машине не такие как бы либо они не регулируем но это не страшно но достаточно удобное сидение регулируется она как по высоте спинка отдельно по высоте вверх-вниз вперед назад рулевое колесо тоже у нас регулируется в двух направлениях вверх-вниз вперед назад отделана кожзаменителем имеется кнопки управления мультируль бортовой компьютер тут у нас все что касается мультимедии сразу же плюс к рулевому колесу есть такая кнопочка вот здесь подогрев руля шикарная опция то есть о чем это говорит то есть корейцы уже заведомо даже в каких-то недорогих автомобилях предусматривает элементарное удобство для водителя в частности для нашего климата очень даже классная вещь как я нахожу помимо подогрева сидений до которые уже никем не удивили никого не удивишь его наличием это как ну априори должно присутствовать но еще подогрев руля достаточно классный бонус по моему с левой стороны у нас как обычно блок управления стеклоподъемниками по машине 4 кнопки двери открыть закрыть блокировки электропривод зеркал то есть зеркала у нас на электроприводе что достаточно тоже необходимое в автомобиле для удобства тут опять же у нас есть с левой стороны корректор фар по высоте и достаточно очень классная кнопочка водители которые ночью ездят на дальнее расстояние по трассе меня поймут оценят регулировка яркости панели приборов до бывает когда ешь долго по трассе ночью глаза устают от панели приборов от освещения то есть тут можно все это дело срегулировать сделать поярче либо там потуснее чтобы глаза не уставали подрулевые переключатели все понятно все стандартно управление светом дворниками в плане лобового стекла обзорности лично мне с моим ростом да он у меня 175 сантиметров рост средний обзорность очень хорошая я вижу в принципе капот у нас небольшой закругленный и не создается впечатление наоборот даже создается впечатление что ты видишь абсолютно все автомобили в принципе контролируешь габариты в плане мертвых зон спереди стойки ну пусть они широкие но я бы не сказал что это слепая зона она присутствует в принципе все удобно никакого дискомфорта не ощущаю в плане пластика отделки передней панели но опять же тоже но пластику на есть пластик не могу сказать что он дешевый какой-то некачественный не специалист в пластике далеко но достаточно интересно они пытались это дело обойти тут одной текстуры тут более другой какие-то ставки кто-то скажет что это выглядит дешево но по-моему даже ну под алюминий но хоть и пластмассовый так или иначе это есть но как бы интересно что еще в основном я вообще за практичность в автомобиле в этом автомобиле сажусь и мне в принципе все есть для комфортной езды пребывания за рулем даже до продолжительное время климат-контроль управления все просто все на кнопочках все подсвечено отдел куда можно положить всякие мелочи я не знаю телефоны прочие две розетки на 12 вольт usb аукс в принципе все что надо что у нас еще подстаканники ручник подлокотник внушительный конечно бардачок вместительный вместо между пассажиром водителем достаточно тут у нас бардачок под бумаги как всегда под документы не скажу что прям ошибка вместительный но в принципе документы положить сервисную какую-то документацию там руководство по эксплуатации сервисную книжку и так далее ну принципе все возможно потолок высокий могу отметить сразу тут естественно у нас и зеркальце но нету подсветки подсветка настолько по центру отдел под очки освещение кнопка на глонассе сос нажимаем только в экстренной ситуации потому что люди реагируют приезжают что еще но в принципе спереди я так понимаю все давайте переместимся назад сзади посмотрим как она выглядит погнали назад и так перемещаемся за водителем на место пассажира что сразу отмечаю в принципе мне вот одному достаточно комфортно даже вот подлокотнику на уровне вот локтя как он у меня устроен природой окна боковой обзор ну конечно низкого ты наверно маловато но опять же зачем она больше дженни президентский лимузин так по месту до водительского сидения в принципе достаточно комфортно по высоте я как уже повторюсь говорил достаточно места много я так думаю большие высокие люди оценят плане вместительности по ширине я так думаю если себя три человека будет тесновато ну как мне кажется но вдвоем сзади сидеть в принципе очень даже удобно комфортно единственное знаете что сразу отмечаю подлокотник это у нас нету нас цельная сидушка сдвоенная и они у нас откидываются это сидение правая которая запаса за пассажиром пассажирская она тоже у нас откидывается дабы увеличить место у нас заходы багажник ну что я могу сказать времени безопасности то понятно и вот знаете что еще обратил внимание регулируемой по высоте ремень безопасности водителя переднего общем ремни безопасности регулируемой по высоте в плане климата сзади ничего это понимание предусмотрено ни на каких комплектациях поэтому нету ни розеток не каких-то воздухоотводов по климату как бы ничего не регулирует все достаточно просто в плане пластике отделки ну тоже как бы как по всей машине тут достаточно как-то скупа я думал будет как побольше но какие-то ставок но с другой стороны это у нас не аванта никакая ну кнопка открываем стеклоподъемником там какие-то рундучки тут колонка то есть в принципе так все простенько но для автомобиля за миллион триста имеет ли смысл это делать так просто наверное все-таки имеет давайте переместимся в багажник посмотрим что у нас там и так багажник в принципе достаточно большой проем так что некоторые любители могут и холодильник сюда засунуть объем багажника 402 литра имеется отсек у нас под запасное колесо дополнительные бардачки и рундучки огнетушитель ключи и прочие мелочи можно сюда положить заднее сиденье как я уже сказал они откидываются поэтому формируется одна большая пространство и увеличивает площадь объем багажного отсека давайте я откину посмотрим как это будет выглядеть откидывается достаточно просто оттягиваем ручку получается вот такой вот вид в принципе если полку еще убрать ну достаточно много места сами можете убедиться я не знаю насколько но в два раза минимум наверно увеличу так что наверно под 900 литров объем становится но мы пусть не идеальный пол но он спать тут конечно на рыбалке рыбакам охотникам это будет неудобно но он так или иначе что имеем то имеем но опять же внедорожник у нас такой маленький как можно сказали не для любителей больших покупателей сам патрол 93 года вот там точно место много но в принципе в общем все предлагаю поехать сервис посмотреть что у нас под капотом как у нас устроен полный привод но и как бы проехать динамики посмотреть как откликается на педали акселератора тормоза рулится и точек такие нюансы давайте прокатимся посмотрим ну что давайте проверим поехали как гагарин что начинаем движение и сразу же у нас первое препятствие форме лежачего полицейского на дороге для чего нам отметим работу с подвески на мелких почках очень даже хорошо проглатывает нормально это всего лишь первая на скотчика ладно что еще не сказал пока говорили о салоне о приборной панели очень информативная в принципе все понятно вся необходимая информация имеется бортовой компьютер вся информация стекается расход и прочее новых ничего нового также у нас есть тут настройки есть если какие-то ошибки и прочее выскакит информация тоже все стекает сюда на центральную приборную панель в плане динамики автомобиль очень хорошо набирает в принципе рулится тоже отлично по езда по неровностям ну как мне кажется так очень даже пока хорошо себя ведет плане управляемости и обзорности обзорность зеркала левое зеркало очень хорошо видно правая ну надо поднастроить если честно каждый под себя настраивает ну мне кажется обзор тоже достаточно хороших в плане плавности хода автомобиль ведет себя по мне так прекрасно для корейского автомобиля скорости переключается коробочка отрабатывает у нас очень хорошо тоже плавное переключение управляемость отличная в повороты входит в руль слушается приличный автомобиль но как бы на других скоростях я не знаю как он проявляется но в плане вот городского цикла передвижения предела города все достаточно очень даже мне нравится электровосилитель тоже достаточно легкий в управление руль удобный посадка отличная эффективность торможения достойная все на корейском уровне учитывая что на полном приводе у нас сзади идет не балка раздельный подрамник многорычажка ходовая у нас достаточно должна быть крепкая как раз для российских дорог самый оптимальный вариант ну и как проходит по кочкам ну в принципе все все неровности сглаживает и никакого дискомфорта наоборот я сказал очень даже комфортно динамики ускорения ну 2 литра под капотом у нас и на 149 лошадиных сил обороты набирает хорошо управляемость отличная знаете мне все нравится учитывая что за эти деньги скорее всего можно купить солярис на максималках да ну чуть-чуть добавить еще я вот не знаю может быть я никогда не обращал внимание но вот у меня сейчас включим подогрев водительского сидения и помимо нижней подушки греет еще и спинка я признаюсь честно не помню других машинах на корейских но на всех может быть я сделаю не обращал внимание замечал ну что спина греет это тоже мне кстати очень это понравилось ну что предлагаю переместиться сервис поехать посмотреть что у нас по технической части с автомобилем как он выглядит итак мы с вами находимся в ремонтной зоне нашей славной компании и так что мы имеем под капотом сразу открываем первое впечатление чисто мою сугубо я не знаю индивидуально субъективная глаза бросается конечно окрашенные детали заводского какого-то загрунтованного цвета куча вот каких-то отверстий технологических да ну который но дешевых автомобилях ну как правило так используется есть какие-то пыльники на на все равно тут все у нас под крылья как-то не закрыто тут какие-то отверстия ну ладно это чисто субъективно как посторонний человек ну а в общем если берем подкапотное пространство все достаточно экономично все разместилось все в принципе самый большой плюс даже руки влазят в принципе тогда что мы можем из этого вывод какой сделать что все достаточно ремонтно пригодно в частности залезть ремонт ремень поменять не я бы как там разгуляться но так или иначе все везде можно так или иначе имеется доступ можно подлезть можно открутить поменять что мы имеем g4 на 149 лошадиных сил проверенный мотор в принципе все равно со своей стороны скажу несмотря на огромное количество информации в интернете про задирок цилиндрах и прочее это конечно все имеет место быть но если объективно говорить то мотор в принципе надежный надежный качественные современных двигателей других марок там и прочее брать очень грамотно сделанный просто и надежно потому что не каждый производитель автомобильный моторов может добиться создать мотор который должен работать на масле вязкости 25 20 0 20 и 20 компании hyundai это удалось hyundai впрочем как и киев поэтому но своей стороны могу сказать мотор надежный хороший регламент по замене моторного масла все тот же самый 15 тысяч километров или год эксплуатации но опять же как мы с вами знаем тут у нас что-то с маслом перелита чуть-чуть масло такого цвета что рекомендован наверное поменять заменить не забываем что мы в москве эксплуатируем автомобиль каждый день стоим в пробках тарахтим поэтому регламент по пробегу замены масла снижаем до 10 тыс при условии если эксплуатация у вас в основном в городском цикле в пробках и прочее поэтому 10 тысяч моторное масло фильтр воздушный тоже по состоянию так как это легкие нашего двигателя поэтому каждого открываем смотрим неоднократно говорил антифриз два года сто тысяч в принципе тормозу ху раз два года тоже меняем или 30 тысяч пробега что наступит раньше что еще ну а впрочем так коробка автоматическая шестиступенчатая у нас тоже достаточно надежная проверенная на i30 по моему у нас такая стоит без нареканий масло в ней 50 тысяч километров меняем не задумываемся меняем частично не надо никакой аппаратной замены выдумывать велосипед просто сливаем заливаем новое сели поехали если вдруг случилась такая ситуация что автомат перегревали буксовали где-то что-то но массу лучше два раза поменять поменяли раз частично проехали пару тысяч и второй раз заменили и едем ну в общем как-то так в остальном все очень похоже с солярисом с тем же самым ну не солярисом и пускал на раз оптимой в общем как-то так идем под автомобиль смотрим что у нас снизу и так предлагаю смотреть автомобиль снизу схема подвески и и устройство что можно сказать однозначно схема зарекомендованная абсолютно в других моделях марки хендай киа абсолютно идентичная подвески на хендай а их 35 только все каждые узлы агрегаты чуть чуть меньше по размерам спереди макферсон старый добрый себя зарекомендованы с положительной стороны проверим рычаг через внушительные соленблоки шаровые стойки стабилизатора к амортизатору спереди у нас про трансмиссию по моему я еще ничего не говорил до шестиступенчатая в принципе тоже надежная как и на всех автомобилях марки хенды современных двигатель по моему говорил двухлитровый g4 на что еще по передней части полный привод поэтому у нас имеется угловой редуктор и к на карданным валом уходит задний дифференциал муфта у нас опять же точно такая же как на киа спортышки on the x только чуть чуть меньше адаптирована под данный автомобиль номер у свой на нашем экземпляре никаких потечить потеков течей не имеется поэтому в принципе бывает у них еще проводка жгут занимает у там над баком уходит кусок но в нашем случае все четко все сухо сальнички все прекрасно по схеме подвески также продольный рычаг через ушастый целенблок кузова у тяги схождения квадрамник подпружинный рычаг ну все то же самое как hyundai x 35 все надежно максимально если на x это ходит но добротно достаточно то я так думаю накрыть и будет ходить еще гораздо лучше на и 30 в принципе они даже по моему тегисхождение поменьше чуть-чуть она все такое более-менее уменьшена тут даже побольше но учитывая что на x ах ой на и 30 ходит достаточно долго то я думаю тут будет вообще в принципе все это долго жить и радовать счастливого владельца в принципе ну по большому счету все должно быть максимально надежно и просто как в автомате калашникова единстве из нюансов сразу скажу что за время эксплуатации если долго не залазить в регулировочные болты схождения а по регламенту по моему той же hyundai каждый 30 тысяч надо проходить проверку углов схождения колес если это будет клиент делать регулярно каждые 30 доставать эти болты промазать то проблем у него не должно быть а так обычно потом закисает люди которые халатно относятся к данной процедуре забывает заезжать на развал схождения болты закисают как в данном рычаге так в данных тягах приходится дело все спиливать выпиливать и меняет но и отсюда получает дорогостоящий ремонт по ходовой но опять же как дорогостоящий условно раз там в пять лет по 2 потратить там 30 тысяч рублей я считаю что современное время наше это не такие большие деньги тем более это как бы не каждый день так ну в принципе принципе что еще хотелось показать принципе все схема устройства работы полного привода все тоже самое как на всех автомобилях марки хендай и киа и так резюмируем ну хотелось бы резюмировать автомобиль достаточно практичный для езды в городской среде там пригороде и прочее но чисто свое сугубо индивидуальное мнение мне кажется что автомобиль идеально подойдет для женщин семью вторая машина где есть маленькие дети идеально просто место достаточно комфортно всем места хватит в период заснеженных зим можно выехать из двора полный привод нам в этом поможет в принципе идеальная машина очень интересно смотрится на дороге одни плюсы подписывайтесь на наш канал всех благ всем нашим зрителям задавайте вопросы пишите в комментарии ставьте лайки всем пока удачи подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки comments это и и и и и